Так, у меня вопрос такой. Почему ты свою жизнь тратишь на анализ жизни Кадырова? Неужели он в твоей жизни имеет такое важное место? Слушай, на самом деле хороший вопрос. Так, ну что, слышал, что дружина, состоящая из русской общины, начала нападать на нерусских в невинном иске? Как ты думаешь, кто-то спецом хочет начать конфликт на Кавказе? Да, я свяжу за этой ситуацией, я видел, слышал много сообщений, голосовые по разным группам ходят, видимо, люди какие-то, кавказские группы, в WhatsApp, в Телеграме, люди, живущие в невинном иске, предупреждают друг друга, чтобы не выходили, что ведутся рейды. Ну да, у кого, вот если кто-то думает, что подобные вещи не режиссируются спецслужбами на уровне власти, то это очень блаженные ребята. Конечно, это все для чего-то делается, конечно, здесь есть конкретная цель у всех этих действий, и мы, конечно, можем сейчас версии накидывать, можем догадываться, но то, что в такой момент, по сути, тяжелый для России, когда, наоборот, нужно мясо на СВО, происходят такие процедуры, говорит о том, что власти это сейчас значит нужно. Вот, казалось бы, вроде бы не должно быть им это выгодно именно сейчас, но если они это делают, значит, это им выгодно, им это нужно. И я пока не сформулировал свое отношение к этому, понимаете. В целом, ксенофобия вещь нехорошая, но мы должны с вами понимать, что мы на все это смотрим, учитывая интересы нашего народа, нашего государства. И вот, когда ты с этой стороны смотришь, нагнетание вот такой вот обстановки с самими русскими общинами и российской властью, это в перспективе стратегии, это выгодно нам или невыгодно? Вот то, что они показывают свое истинное отношение, это может способствовать тому, чтобы многие спящие ребята вдруг проснулись, например. Ну, как вариант, может, поэтому я пока не хочу ничего по этому поводу формулировать. Томсо, здравствуйте, что будет с парнями, которые в СИЗО сейчас по Уайлдеррис? Два парня там остались, один вообще невиновен, что с ними будет? Пока непонятно. Значит, изначально были задержаны 30 человек среди них, нет, не среди них. Так, Бакальчук был отдельно, по-моему, шел от них, а среди них был еще один человек, он в чеченском обществе известен как Идрис, но у него есть еще русское имя-фамилия, Игорь, забыл его русская фамилия. В общем, его уже отпустили. То есть, он, по-моему, сутки провел в СИЗО, его отпустили. То есть, не исключено, что какие-то люди из них будут отпущены. То есть, может быть, российская правоохранительная система все-таки поймет, додумается, или кто-то там, может быть, взятку занесет. В общем, что-то там, может быть, кого-то отпустят на этапе вот этого следствия. А кого не отпустят, тем, наверное, предложат подписать контракт с Минобороны, и, возможно, через СВО таких людей отмажут. Ну, по поводу вот этих кадыровцев матерых, я думаю, там вообще вопросов нет. Понятно, что они через СВО будут отмазаны. А те, кто там оказался случайно, не являются кадыровцем, и если их решат все-таки сделать из них козлов отпущения, то, скорее всего, им предложат подписать контракт с СВО. Невозможно, им придется его подписывать. Томсай, почему ты называешь войну СВО, ты же не в России? Потому что формировка там такая, когда подписываешь контракт, ты же не контракт на войну подписываешь, а контракт на СВО. Это просто такие принятые обороты речи, чтобы было понятнее. Это не значит, что Томсай считает то, что там происходит не войной, а военной операцией. Просто такие обороты. Стоит ли ненавидеть целую нацию из-за войны, как это делают украинские журналисты в блоге? Вообще нет, конечно, в целом это неправильно, но надо понимать, что в момент войны, когда к тебе в соседний дом прилетает крылатая ракета, в это время люди бывают более эмоциональны, чем обычно. Потом, когда это все стихает, люди успокаиваются, они могут уже более рационально размышлять. Поэтому сейчас обращать внимание на такие эмоциональные всплески, я думаю, не нужно. Можно такие вещи прощать. В целом, конечно, плохих народов, плохих наций не существует. Есть плохие люди, есть, бывает, что много, бывает, что плохие пришли к власти. Бывают такие периоды, но в целом, конечно, таким образом судить нельзя. То есть всех прям окрашивать в один цвет. Так, Томсо, за что, за то, чтобы убить этих русских расистов, которые нацисты, 90%, конечно, нет, о чем ты говоришь. Какие, я же вообще против убийства, против насилия. Ни в коем случае. Если преступники, надо судить. Какой убить? Это вообще не на этом канале. Про убить, про избить. Это что, я против этого. Так, Томсо. В селе Гопцах Магарамкенского района местного жителя заставили снять лесгинский флаг с его частной собственности, угрожая, что будут проблемы. Почему мы не можем поднять свой флаг на своей земле? Понятия не имею. Ибрагим, это где? Это, наверное, в Азербайджане. В Азербайджане, наверное, происходит, да? Ну, по всей видимости, боятся, значит, какого-то самосознания лесгинского народа. Что не говоря, оно имеется. Видимо, не хотят. Так, чеченцы, дикари, которые прогибаются под семи. Не будет России, будет целовать ноги ЕС или США. Ты знаешь, наша главная проблема чеченская на протяжении 400 лет, она как раз в том, что мы не прогибались. Вот, никак не можем прогнуться. И из-за того, что нас не могут прогнуть, нас постоянно пытаются прогнуть. И мы из-за этого каждые 50 лет у нас происходит, по сути, геноцид. То Кавказская война, то какие-то восстания, то с большевиками у нас, то, значит, высылают нас, то две кровопролитные войны с обновленной Российской Федерацией. То нам ставят своего наместника, который просто уничтожает нас. А все это происходит. Почему? Если бы чеченцы прогинались, то у нас не было бы этих проблем. Так, у меня вопрос такой. Почему ты свою жизнь тратишь на анализ жизни Кадырова? Неужели он в твоей жизни имеет такое важное место? Слушай, на самом деле, хороший вопрос. Если не на него посмотреть с такой стороны, начать, наверное, надо с конца. Действительно ли он имеет такую важную роль в моей жизни? Но, к сожалению, да, так уж получилось, что реально этот человек не только в моей жизни, а в жизни каждого чеченца он, по сути, имеет важную роль. Роль нехорошую, не в том плане, что это хорошо, что это роль, которая была бы позитивной. Она крайне негативная, но в жизни каждого чеченца эта роль однозначно большая. И неважно, ты там занимаешься, ты общественной какой-то деятельностью критикуешь, или ты просто живешь, или ты просто хочешь обычной жизнью жить в республике, и все равно этот человек занимает огромную роль. Это как спросить про Путина, вот россиянина, спросить, вот почему ты, допустим, по БК, например, обратись по БК, вот вы тратите свою жизнь на расследование про Путина. Он что, такое важную роль в жизни занимает? Я тебе скажу, да, он занимает важную роль, потому что это важная роль в жизни каждого человека, он на нее влияет. Вот даже те люди, кто считал, что им не до политики, им не интересна политика, в конечном итоге сегодня эта политика пришла к ним в дом в виде мобилизации. Вот вроде бы, казалось бы, да, живет какой-нибудь там Мухосранский, 18-летний парень русский. И ему плевать вообще на Путина, он вырос при нем, но он как бы был для него фоном, он никогда не задумывался о нем, о политике. А раз к нему приходит повестка, он уходит служить в каких-нибудь пограничных войсках, где-нибудь в Курской области, а потом на тебе начинается наступление украинской армии, и он уже в плену, либо кормит червей. Вот понимаешь, как в его жизни, в его жизнь, по сути, пришел Путин, а потом думал, что Путин не занимает в его жизни какую-то важную роль, а оказалось, что это очень важная роль. Также и с Кадыровым, даже те, кто не интересовались, допустим, или считали, что все нормально, те, кто был даже доволен, в конечном итоге к ним тоже приходит вот эта вот проблема Кадырова, родственника забирают, сына забирают, что-то происходит, на войну отправляют, и считают, что да, это важная роль в его жизни. Поэтому я не думаю, что это трата, бесполезная трата своей жизни. Когда ты противостоишь какой-то несправедливости, говоришь хотя бы правильные вещи, ну это уже не бесполезно. Бесполезно это, когда ты где-то бухаешь в подворотне, где-то, значит, наркотическими какими-то вещами занимаешься, когда ты, в принципе, не понимаешь смысл своей жизни, для чего ты в этой жизни. Я думаю, вот это бесполезная трата жизни.